вот такой монокуляр ну коробочка вроде бы вся целая нигде ничего не поврежден давайте откроем так упаковки у нас сам монокуляр документы инструкции как бы на английском языке или на китайском ну как бы будем разбираться методом перевода так это чё нас тут паспорт идет тоже английский и китайский язык так но в комплектацию у нас обычный usb кабель старого образца идет получается такой вот так но набор тюльпанов входит комплект для подключения ну к телевизору видимо да вот так еще тут у нас получается салфеточка для протирки линз видимо так все это идет в комплекте ну и получается в коробке у нас больше ничего нету уберем все лишнее так но в таком у нас чехле сам монокуляр монокуляр еще в одной упаковке салфановый ну как бы сказать чехол в принципе неплохой такой нормального качества как будто даже утеплен здесь не утеплен такая мягонькая протатка идет у него так так но получается такой монокуляр компания с в боне такая такой держатель для руки как бы регулируем кстати вот можно регулировать его под вашу руку в принципе рука как бы ложится сразу на кнопки можно как бы настроить да и уже нажимать так 1 кнопка идет у нас включение выключение монокуляра и также эта кнопка идет как включение и отключение видео и фото так дальше если кнопку нажать и удерживать то она как бы переходит специально настройку подсветки самого экрана настройки и инфокрасной подсветки настройка идет эта настройка идет диапазон от 1 до 9 как дальше идет две кнопочки настройка вверх-вниз так но что дальше дальше у нас идет вот такой светофильтр видите снимается как я понял для чего нужен он нужен для того что если вы днем будете смотреть при ярком освещении ногу вот надо смотреть через него тогда будет ну как бы нормально вот через него будет хорошо видно не будет у вас засветов идти ну и получается что днем надо смотреть через эту крышку ночью вы эту крышечку снимаете и уже смотрите вот через этот монокуляр как бы без крышки все вроде ли ну просто и будем проверять короче друзья сами еще надели все проверим с вами задней части есть регулировка диоптрий вот вот это кольцо крутите и уже плюс минус как бы ну под зрение регулировать так друзья но тут на на этой на левой стороне как бы прибора идет такое крепление для дополнительной установки инфокрасного фонаря еще можно дополнительно один поставить до фанель и будет если помощнее будет этого то у вас еще лучше будете видеть вы как бы до 8 гигабайт это в комплекте входит комплект прибору эта карточка но он поддерживает прибор 32 гигабайта ну конечно я поставлю сюда 32 гигабайта чтобы уже больше данных можно было записывать да ну друзья получается что если вы хотите данные переместить на компьютер там да вы можете либо через шнур подцепиться компьютер и передать данные не вытаскивая карточку ну либо через переходник да через адаптер специальные вставляете карту памяти и перемещаете данные ну что друзья так будем переходить к практическим испытаниям уже проведем испытания ну не знаю днем надо не надо но небольшой кадр сделаю наверное в дневное время и основное мы проведем в ночное время до чтобы нам же нужно как бы для ночи в основном и мы испытаем у ночью короче проведем с ним эксперимент насколько хорошо он видит в полной темноте как бы дал так скажу так ну поехали ну да дальше иди ну давай еще 55 а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...